Градоначальник лично встречается с жителями Армавира раз в неделю. Чтобы попасть на приём к мэру, достаточно заранее записаться. К Андрею Харченко люди приходят, когда им не удалось решить свои вопросы в других инстанциях. На этот раз речь шла о непонятных тарифах в квитанциях. Активисты многоквартирного дома, расположенного на улице Урожайна, 63, возмущены большими суммами. Как объяснили горожане, в их доме непосредственная форма управления. По их мнению, они должны сами решать, когда им делать ремонт и сколько на это тратить. Тем более, что недавно их здание уже привели в порядок. Андрей Харченко пояснил, что в законе прописано, оплачивать взносы на капитальный ремонт должны все жильцы, независимо от формы управления дома. Исключение сделано в Москве для участников реновации и стариков, которым больше 80 лет. Единственное, что могут сделать активисты, проживающие в этом доме, так это создать отдельный счет дома. С помощью такой меры они смогут сами отслеживать, сколько финансов поступило, а сколько потрачено на те или иные работы. Вам надо сделать свой счет. Не через регионального оператора, а сделать свой накопительный счет. Чтобы деньги не у них хранились, а у вас на счете хранились. Дальше. Все должны туда платить. Через пять лет, через десять лет вам эти деньги пригодятся. Как объяснил городоначальник, оплата квитанции капитального ремонта является обязательной. Прежде всего это дает определенные гарантии. Ведь даже если собственники квартир готовы добровольно откладывать деньги на ремонт здания, всегда найдутся недобросовестные жильцы, которые уклоняются от уплаты. Всего на прием к главе города в этот раз записалось шесть человек. Большинство из вопросов было решено на месте, а остальные взяты на контроль. Марина Локтева, Евгений Халманских, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.